У окна Андрей Николаевич снял с подоконника горшок с засохшей геранью и стал смотреть на улицу. Всю ночь и утро сеял частый осенний дождь, и деревянные домики, насквозь промокшие, стояли серыми и печальными. Одинокие деревья гнулись от ветра, и их почерневшие листья то льнули друг к другу, шепча и жалуясь, то, разметавшись в разные стороны, тоскливо трепетали и бились на тонких ветвях. Наискосок в потемневшем кривом домике отвязалась ставня, и с тупым упорством захлопывала половинку окна, таща за собой мокрую веревку, и снова со стуком ударялась огнилые бревна. И оставшаяся открытая другая половинка, состоявшей на ней бутылкой желтого масла и сапожной колодкой, смотрела на улицу хмуро и недовольно, как человек с больным и подвязанным глазом. За дощатой перегородкой, отделявшей комнатку Андрея Николаевича от хозяйского помещения, послышался голос, глухо и неторопливо бурчавший. — Дело вот в чем, две копейки потерял. — Да брось-то их, Федор Иванович! — умолял женский голос. — Не могу. Под тяжелыми шагами заскрепели половицы, и стукнула упавшая табуретка. Хозяин Андрея Николаевича, пекарь, когда бывал пьян, постоянно терял что-нибудь и не успокаивался, пока не находил. Чаще всего он терял какие-то две копейки. И Андрей Николаевич сомневался, были ли они когда-нибудь в действительности. Жена давала ему свои две копейки, говоря, что это потерянные, но Федор Иванович не верил и приходилось перерывать всю комнату. Вздохнув при мысли о глупости человеческой, Андрей Николаевич снова обратился к улице. Прямо против окна, на противоположной стороне, высылся красивый барский дом. Деревянная вычурная резьба покрывала будто кружевом весь фасад, начиная с от высокого темно-красного фундамента и доходя до конька железной крыши, стоящим на ней таким же вычурным шпилем. Даже в эту погоду, когда кругом все стояло безжизненным и грустным, зеркальные стекла дома сияли, и тропические растения, отчетливо видные, казались молодыми, свежими и радостными. Точно для них никогда не умирала весна, и сами они обладали тайной вечно зеленой жизни. Андрей Николаевич любил смотреть на этот дом и воображал, как живут там. Смеющиеся красивые люди неслышно скользят по паркетным полам, тонут ногой в пушистых коврах и свободно раскидываются на мягкой мебели, принимающей форму тела. За зелеными цветами не видно улицы с ее грязью, и все там так красиво, уютно и чисто. В пять или шесть часов приезжает обыкновенно со службы сам владелец богатого дома, красивый, высокий брюнет, с энергичным выражением лица и белыми зубами, делающими его улыбку яркой и самоуверенно веселой. С ним часто приезжает какой-нибудь гость. Быстрыми и твердыми шагами всходят они на каменные ступени крыльца, и смея скрываются за дубовой дверью. А толстый и сердитый кучер делает крутой поворот и въезжает на мощенный двор, в отдаленном конце которого видны капитальные службы, и за ними высокие деревья старого сада. И Андрей Николаевич представляет себе, как теперь встречает их молодая хозяйка, как они садятся за стол, украшены зеленеющим хрусталем и всем, чего Андрей Николаевич никогда не видал, едят и смеются. Однажды он встретил обладателя белых зубов, когда тот ехал по улице, разбрасывая резиновыми шинами мелкой щебень. Андрей Николаевич поклонился, и он весело и любезно ответил. Но лицо его не выразило ни малейшего удивления по поводу того, что ему кланяется какой-то желтоватый и худой господин в фуражке с бархатным околышем и кокардой. И он не задумался о причине этого. Но причину не знал и сам Андрей Николаевич. — Вот в чем дело, — говорил за перегородкой хозяин раздумчиво и вразумительно. — Это не те две копейки. Те две копейки щербатые. — Господи, да когда же ты приберешь меня? Андрей Николаевич сидел у окна, смотрел и слушал. Он хотел бы, чтобы вечно был праздник, и он мог смотреть, как живут другие, и не испытывать того страха, который идет вместе с жизнью. Время застывало для него в эти минуты, и его зияющая прозрачная бездна оставалась недвижимой. Так могли пронести с года, и ни одного чувства, ни одной мысли не прибавилось бы в омертвевшей душе. Вот распахнули с ворота богатого дома, выехал кучер и остановился у крыльца, расправляя на руках вожжи. — Это барыня сейчас поедет, — подумал Андрей Николаевич. В дверях показалась молодая, нарядно одетая женщина, и с нею сын, семилетний пузырь, с лицом таким же смуглым, как у отца, и с выражением сурового спокойствия и достоинства. Заложив руки в карманы длинного драпового пальто, маленький человечек благосклонно смотрел на вороного жеребца, горячо и нетерпеливо перебиравшего тонкими ногами. И с тем же видом величавого покоя и всеобъемлющей снисходительности, не вынимая рук из карманов, позволил горничный поднять себя и посадить в пролетку. — Этого мальчика Андрей Николаевич назвал про себя «вашим превосходительством» и искренно недоумевал, неужели такие дети, как он, с врожденными погонами на плечах, родятся тем же простым способом, как и другие дети. И когда обе женщины рассмеялись на маленького генерала, с задумчивым удивлением посмотревшего на их непонятную веселость, худенький чиновник, притаившийся у своего окна, невольно и с почтением улыбнулся. Лошадь рванула с места и ровной, крупной рысью понесла подпрыгивающий экипаж. Спрятав под передник красные руки, горничная повертелась на крыльце, сделала гримасу и скрылась за дверью. Снова опустела и затихла мокрая улица. И только отвязавшаяся ставня хлопала с таким безнадежным видом, точно просила, чтобы кто-нибудь вышел и привязал ее. Но покривившийся домик точно вымер. Раз только за его окном мелькнуло бледное женское лицо, но и оно не было похоже на лицо живого человека. Андрей Николаевич никогда не завидовал этим людям и не хотел бы иметь столько денег, как они. Давно уже, целых шесть лет, он следил за красивым домом и так сжился с ним, что сгори дом, он не знал бы, что ему делать. Он изучил все привычки его обитателей. И когда в прошлом году весной пришли плотники и маляры и стали работать, Андрей Николаевич все свое свободное время проводил у окна и сильно тревожился. Ему казалось, что неуклюжие маляры, тонкими голосками поющие какие-то глупые песенки, обязательно испортят дом. И хотя он вовсе не был испорчен и еще ярче засиял, обмытый и помолодевший, Андрею Николаевичу было жаль старого дома, в котором он знал всякую трещину. Там, где откос крыши сходился со стенами, в треугольничке находилось место, которое он особенно любил за его уютность. Ему сделалось особенно тяжело, когда плотники оторвали старую резьбу, и уютный уголок, обнаженный, сверкающий белым тесом от свежих ран, выступил на свет, и вся улица могла смотреть на него. И только раз или два Андрею Николаевичу приходила мысль о том, что и он мог бы быть человеком, который умеет зарабатывать много денег, и у него тогда был бы дом с сияющими стеклами и красивая жена. И от этого предположения ему становилось страшно. Теперь он тихо сидел в своей комнатке, и стены и потолок, до которого легко достать рукой, обнимали его и защищали от жизни и людей. Никто не придет к нему, и не заговорит с ним, и не будет требовать от него ответа. Никто не знает и не думает о нем, и он так спокоен, как будто он лежит на илистом дне глубокого моря, и тяжелая темно-зеленая масса воды отделяет его от поверхности с ее бурями. И вдруг бы у него богатство и власть, и он точно стоит на широкой равнине на виду у всех, все смотрят на него, говорят о нем и трогают его. Он должен говорить с людьми, которые непрестанно приходят к нему, и сам он ходит в дома с высокими потолками и множеством окон, несущих яркий белый свет. И ничем не защищенный стоит он посредине, словно на площади, по которой он так не любит ходить. Он обязан думать о деньгах, о том, чтобы они не пропали, и их было больше, о жене, о фабрике и о множестве странных вещей. У него есть подчиненные, и необходимо давать приказания, а если они не послушаются и станут спорить, то кричать и топать ногами. Надо быть страшным для других и сильным, очень сильным. И при этой мысли Андрей Николай чувствует, что все тело его, руки, ноги становятся мягкими, точно из них вынуты все мускулы и кости. Это чувство является у него всякой раз, когда ему приходится делать что-нибудь свое, непривычное и неприказанное. В своей канцелярии он чувствует себя хорошо. Стол его, все один и тот же за 15 лет, крытый клеенкой стол, притиснут в самый угол. И когда проходит советник, он не видит Андрея Николаевича за другими чиновниками. Все же в эти минуты ему жутко. И лишь после того, как советник пройдет, и согнутые спины распрямятся, словно колосье ржи после промчавшегося ветра, Андрей Николаевич сознает себя в полной безопасности. И только помощник секретаря, который берет у него переписанные бумаги и дает новые, знает, что существует на свете очень исполнительный и скромный чиновник, пишущий Д с большим розчерком и Р, похожий на скрипичный знак, и что его зовут Андреем Николаевичем, товарищи дразнят его суслимысли, а фамилия известна одному казначею. В свою очередь, чиновник этот знает, что он будет делать завтра и всю жизнь, и ничто новое и страшное не встретится на пути. Пять лет тому назад его назначили старшим чиновником, и что это за страшные были дни? Надвинулся туча, и в комнатке Андрея Николаевича потемнело. Он смотрел в окно, как ветер пригибает к крыше ракиту, бессильную в своем трепетном сопротивлении, и старался думать о том, переломится ли дерево или нет, и чувствуется ли ветер этот и туча в богатом доме. Но размышления шли вяло, и картина жизни в богатом доме оставалась тусклой. В созданной Андреем Николаевичем крепости, где он отсиживался от жизни, есть слабое место, и только он один знает ту потаенную калиточку, откуда неожиданно появляются неприятели. Он безопасен от вторжения людей, но до сих пор он ничего не мог поделать с мыслями. И они приходят, раздвигают стены, снимают потолок и бросают Андрея Николаевича под хмурое небо, на середину той бесконечной, открытой отовсюду площади, где он является как бы центром мироздания, и где ему так нехорошо и жутко. Вот сейчас, когда он только что обрадовался неслышному движению времени, незаметно подкрались враги, и он уже не в силах бороться с ними. Стен уже нет, и нет его комнаты. Он опять стоит перед советником, чувствует, как обмякли его ноги и руки, и, словно привороженный, смотрит на сияющий блик его лысины. Так медленно проползает секунда, две, подошвы совсем прилипли к полу, и сдвинуть Андрея Николаевича не могла бы дюжина лошадей. «Ну, что еще?» замечает его советник, уже отдавший все необходимые приказания. Голос его гремит, как труба на страшном суде. И ноги Андрея Николаевича сейчас же сдвигаются, но не идут к двери, где спасение, а танцуют на одном месте. Язык, однако, еще не отклеился, и оторвать его можно только щипцами. «Ну?» протянула труба. «А если Агапов к двум часам не перепишет?» «Да», — задумался начальник. «Ну, дайте тогда на дом». «Что еще?» «Ясно?» «Ясно», — отвечает Андрей Николаевич в тон вопросу, резко и отрывисто. Он плохо понимает, что ему говорят, потому что новый и страшный вопрос возникает в его мозгу. «Так, чего же вам еще?» — рычит труба. «А если у него есть другая спешная работа?» Это была правда. У Агапова могла быть другая спешная работа, и советник об этом не подумал. Снова, с неудовольствием, оторвавшись от бумаги, он обратил на Андрея Николаевича нетерпеливый взгляд и ничего не мог придумать. «Ну, дайте кому-нибудь еще». «А если...» «Что-с?» — рванул советник. Глаза его стали огромные и круглые, как кегельные шары. Андрей Николаевич обомлел от страха. «Нет-нет, не то», — скороговоркой проговорил он, и из невольного подражания закричал на начальника так же громко, как и тот на него. Похоже, было на разговор людей, разделенных широким оврагом. «Я вам говорю, если мы на сегодняшнюю почту опоздаем, тогда что...» Остальное представляется Андрею Николаевичу в виде одного звука — «фа». Через неделю советник говорил секретарю. «Откуда вы достали этого господина, который по горло заряжен всякими «если»?» «Все, что он предполагает, может случиться, хотя мне это и в голову не приходило». «Но ведь и дом этот может провалиться!» Вдруг рассердился он. «Ведь может!» «Казенные постройки!» — пошутил секретарь и серьезно добавил. «Никак не полагал, он такой исполнительный!» «Дерзко еще такой!» «Кричит!» «Уберите его на старое место!» И Андрея Николаевича убрали. А у него целую неделю руки и ноги были мягкими, как у дешевой куклы, набитые отрубями. На улице послышались гнусавые и резкие звуки гармоники. По противоположной стороне шли четверо пьяных, одетых в длиннополые сюртуки, высокие узкие сапоги и кортузы, у которых поля были острые, как ножи. Все четверо были молоды и шли с совершенно серьезными и даже печальными лицами. Один, высоко держа гармонику, наигрывал однообразный трескучий мотив, от которого в глазах жил тело. Когда уличные ребятишки, подражая взрослым, играли в пьяных, и вместо гармоник держали в руках чурки, они изображали этот мотив так «Ганна-ни-дар, ганна-ни-дар, ганна-ни-дар-найва». Против красивого дома на мостовой было единственное сравнительно сухое место на всей улице. И один из пьяных выделился вперед и стал плясать, пристукивая каблуками и изгибаясь всем телом. Лицо его молодое, дерзкое, с небольшими светлыми усиками, осталось таким же серьезным и даже печальным, как будто давным-давно ему наскучило быть пьяным и плясать на грязной мостовой под этот трескучий, невеселый мотив. Остальные смотрели на него так же равнодушно и вяло, не выражая ни одобрения, ни порицания, и чем-то беспросветно тоскливым веяло от этого странного веселья под хмурым осенним небом среди серых покосившихся домишек. «Ванька, гусаренок», — подумал Андрей Николаевич, — «пляшет. Значит, будет сегодня жену бить». Когда пьяные прошли, уныло-задорные звуки гармоники стихли, из покосившегося домика с хлопающей ставней вышла женщина, жена гусаренка, и остановилась на крылечке, глядя вслед за прошедшими. На ней была красная ситцевая блуза, запачканная сажей и лоснившаяся на том месте, где округло выступала молодая, почти девическая грудь. Ветер трепал грязное платье и обвивал его вокруг ног, обрисовывая их контуры. И вся она, с босых маленьких ножек до гордо повернутой головки, походила на античную статую жестокой волей судьбы, брошенную в грязь провинциального захолустья. Правильное красивое лицо с крутым подбородком было бледно, и синие круги увеличивали и без того большие черные глаза. В них странно сочетались гнев и боязнь, тоска и презрение. Долго еще стояла на крылечке Наташа и так пристально смотрела вслед мужу, идущему из одного кабака в другой. Точно всей своей силой воли хотела вернуть его обратно. Рука, которой она держала за косяк двери, замерла. Волосы от ветра шевелились на голове, а давно отвязавшаяся ставня упорно продолжала хлопать, с каждым разом повторяя «нет, нет, нет». «Вот баба-то!» — ужаснулся Андрей Николаевич, когда Наташа ушла, не бросив взгляда на окно, за которым он прятался. «И слава богу, что я на ней не женился». Андрей Николаевич даже рассмеялся от удовольствия, но оно было непродолжительно. Еще не разгладились морщинки, образовавшиеся от смеха, как в потаенную калиточку ворвались враги. Образ Наташи, еще не сошедшей с тетчатки его глаза, вырос перед ним яркой и живой. А рядом выступила другая картинка, без всякого предупреждения, внезапно. Стены раздвинулись и исчезли. На него пахнуло полем и запахом скошенного сена. Над черным краем земли неподвижно висел багрово-красный диск луны, и все кругом было так загадочно, тихо и странно. «Господи!» — сказал Андрей Николаевич с мольбой. «Разве мало того, что это было когда-то? Нужно еще, чтобы оно постоянно являлось. Мне совсем этого не нужно. Я не хочу этого!» Желтыми от табаку пальцами он оторвал кусок толстой папиросной бумаги, похожей на оберточную, достал из жестянки щепотку мелкого табаку и свернул папироску, склеивая концы бумаги языком. За перегородкой, задыхаясь и сопя, храпел Федор Иванович. Обессиленный водкой и поисками двух копеек, он заснул и проснется только вечером, когда стемнеет. Воздух изнутри с силой поднимался к горлу спящего, бурлил, ища себе выхода, и с легким шипением выходил наружу, отравляя комнату запахом перегорелой водки. Проснувшись, Федор Иванович будет долго и мучительно кашлять, выворачивающим все внутренности кашлем. Выпьет квасу и потом водки, и снова начнутся мучения его жены. Так бывало каждый праздник. Андрей Николаевич встал досадно на этого толстого, рыхлого человека, который всю неделю томится от жара у раскаленной печи, а в праздник задыхается от водки. Он обратился к улице. Из-за разорванных туч выглянуло на миг солнце, и скупым желтым светом озарило мокрую и печальную улицу. Только противоположный дом стоял все таким же гордым и веселым, и окна его сияли. Но Андрей Николаевич не видел его. Он видел то, что было когда-то, и что так упорно продолжало являться назло всем стенам и запорам. Наташа никогда не была веселой, даже и в то время, когда она была еще девушкой, красивой и свободной, и любви ее добивались многие. При первой встрече с ней Андрей Николаевич испытал неприятные чувства стеснения и робости. Он с тревогой следил за ее резкими и неожиданными движениями, и ему казалось, что сейчас Наташа скажет или сделает что-нибудь такое, от чего всем присутствующим на вечеринке станет совестно. Вместе с другими девушками она пела песни, но не старалась кричать вместе с ними как можно выше и громче, а шла в одиночку своим низким и несколько грубоватым контральто, и как будто пела для одной себя. Когда гусаренок, тоже бывший на этой вечеринке, и по обыкновению несколько пьяный, игриво обнял ее за талию, она грубо оттолкнула его и, покраснев, сказала что-то, от чего его светлые усики запрыгали, и глаза стали жесткими и вызывающими. С дерзким смехом, не оборачиваясь, он показал пальцем на Андрея Николаевича. Наташа молча повернула голову, и ее черные глаза устремились на него, не то спрашивая, не то приказывая сделать что-то сейчас немедленно. И он хотел отвести от них свои глаза, и не мог, и испытывал то же состояние безволии, порабощения, как и в ту минуту, когда он глядел, не отрываясь на блестящую лысину начальника. Лица Наташи видно не было, и только ее глаза, страшно большие и страшно черные, сверкали перед ним, как черные алмазы. И, все продолжая смотреть на него, Наташа поднялась с места, быстрой, уверенной походкой прошла комнату, и села с ним рядом так просто и свободно, точно он звал ее, и заговорила, как старая знакомая. — Мы вам попомним это, Наталья Антонна, — сказал, проходя гусаренок. На Андрея Николаевича он не взглянул, но в его вздрагивающих усиках чувствовалась угроза. — Счастливо оставаться, а век не расставаться, — проговорил гусаренок, не получая от Наташи ответа, и вышел, залихватски заломив картуз. Через секунду под окнами послышалась гармоника и высокий приятный тенор. — Она моя милая, сердце мое вынуло, сердце мое вынуло, в окно ссором кинуло. — Он вас побьет. — Вы берегитесь, — сказал Наташа. — Не смеет. Я чиновник, — возразил Андрей Николаевич и действительно нисколько не боялся. На него точно просветление какое нашло. Он не только отвечал на вопросы Наташи, но говорил и сам, и даже спрашивал ее, и не удивлялся, что говорит так складно и хорошо, как будто всю жизнь только этим делом и занимается. И думая и говоря, он в то же время с особенной отчетливостью видел все окружающее, и грязный пол, усыпанный шелухой от подсолнухов, и хихикающих девушек, и небольшую прихотливую морщинку на низком лбу Наташи. Но как только Наташа отошла от него, им овладело чувство величайшего страха, что она снова подойдет и снова заговорит. И гусаренка он стал бояться. И долго находился в нерешимости, что ему делать. Идти ли домой, чтобы спастись от Наташи? Или остаться здесь, пока гусаренка не заберут в участок, о чем известно будет по свисткам? Весь следующий день Андрей Николаевич томился страхом, что придет Наташа, и ноги его несколько раз обмекали при воспоминании о том, как он, Андрей Николаевич, был отчаянно смел вчера. Но когда за перегородкой у хозяйки он услыхал низкий голос Наташи, он, подхваченный неведомой силой, сорвался с места и развязно вошел в комнату. Так во время сражения впереди батальона бежит молоденький солдатик, размахивает руками и кричит «Ура!» «Подумаешь, что это самый храбрый из всех, а у него холодный пот льет по бледному лицу, и сердце разрывается от ужаса». Но едва Андрею Николаевичу метнулись в глаза два черные алмаза, страх тотчас пропал, и стало легко и спокойно. Промчалось невидных два месяца. И вышло так, что Наташа и Андрей Николаевич любят друг друга. Это видно было из того, что он целовал Наташу и в щеки, и в эти черные страшные глаза, щекотавшие губы своими ресницами. При этом Наташа подтверждала существование любви, говоря, «Не нужно целовать в глаза, примета нехорошая». «Какая ж такая примета?» — смеялся Андрей Николаевич. И чувствовал, насколько он, человек образованный, прошедший два класса реального училища, выше этой темной девушки, верящей во всякие приметы. «Такая! Разлюбить меня! Вот что! Раз есть возможность разлюбить, значит, любовь существует. Но откуда же она взялась? И куда она девалась на то время, когда Андрей Николаевич не видел Наташи? Тогда девушка эта казалась ему совершенно чуждой и далекой от него. И в поцелуи ее так же трудно верилось, как если бы он стал думать о поцелуях той богатой барыни, что живет напротив. В самом слове «Наташа» звучало для него что-то странное, чужое. Точно он до сих пор не слыхал этого имени, не встречал подобного сочетания звуков. «Наташа!» Он ничего не знал о Наташе и о ее прошлой жизни, о которой она не любила говорить. «Жила, как и люди живут», — говорила она. «Вы лучше о себе расскажите». Эта просьба всегда затрудняла Андрей Николаевич, потому что рассказывать было не о чем. Ему 34 года, а в памяти от этих лет нет ничего, так серенький туман какой-то, да та особенная жуть, которая охватывает человека в тумане, когда перед самыми глазами стоит серая непроницаемая стена. Был у него отец, маленький рыженький чиновник в больших калошах и с огромным свертком бумаг под мышкой. Была мать, худая, длинная и рано умершая вместе со вторым ребенком. Потом, с 16 лет, Андрей Николаевич стал также чиновником и ходил вместе с отцом на службу. И под мышкой у него был также большой сверток бумаг, а на ногах старые отцовские калоши. Отец умер от холеры, и он стал ходить на службу один. В молодости он очень любил играть на бильярде, играл на гитаре и ухаживал за барышнями. Пытался он тогда переменить свою участь, бросить казенную службу, но как-то все не удавалось. Раз ему уже обещали хорошее место, да пришел кто-то другой и сел на это место. Так он ни при чем и остался. Да, может быть, это и к лучшему было, потому что тот похититель и года не просидел на своем месте, а он вот до сих пор ничего, служит. — И только? — спрашивала с недоверием Наташа. — И только? Чего же еще? А я не так думала. Я думала, у вас другая жизнь, не так, как у нас. Книжки читаете и все говорите так тихо, благородно, и все о хорошем, чувствительном. — Читал я и книжки. Да что в них толку? Все выдумка одна. А божественные? Кто же теперь читает божественные? Купцы одни, как нахапают побольше, так божественные читают. А у нас и без того грехов мало. И не скучно вам так-то, все одному да одному? Чего же скучать? Сыт, одет, обут, у начальства на хорошем счету. Секретарь прямо говорит, примерно и вы, говорит чиновник, Андрей Николаевич. Кто губернатору доклады переписывает? Я, небось. Да вам же скучно без людей. Да что у них в людях? Свара одна до неприятности. Не так скажешь, не так сядешь. Один-то я сам себе господин, а с ними надо... А то пьянство, картеж, да еще начальство донесут. А я люблю, чтобы все было тихо, скромно. Тоже ведь не кто-нибудь я, калежеский регистратор, вон какая птица. Тебе и не выговорить. Другие вон и благодарность принимают, а я не могу. Еще попадешь с грешным делом. Но Наташа не удовлетворялась. Она хотела знать, как живут у них, у чиновников, жены, дочери и дети. Пьют ли мужья водку? А если пьют, то что делают пьяные и не бьют ли жен? И что делают последние, когда мужья бывают на службе? И по мере того, как Андрей Николаевич рассказывал, лицо Наташи застывало, и только прихотливая морщинка на низком лбу двигалась с выражением упорной мысли и тяжелого недоумения. «Прощайте», тихо говорила Наташа и уходила. А он, поцеловав ее холодную неподвижную щеку, думал, чего ей надо? Только тоску на людей нагоняет. Раз летом они долго сидели в хозяйском саду и потом вышли на берег. Солнце зашло в облаках, и только узкая багрово-красная полоска горела на горизонте, обещая на завтра ветер. Вода была неподвижна. Им сверху казалось, что они смотрят не в реку, а в небо. На том берегу на много верст тянулись бакши, и соломенный шалаш сторожа чуть белел на земле, казавшийся черной от контраста с светлым небом. Недалеко от шалаша горел костер, и пламя его поднималось вверх прямым и тонким лезвием, как от восковой свечи. Со стороны садов пахло лежалыми яблоками и свежескошенным сеном. На улице ударил в колотушку сторож, вышедший на ночное дежурство, и галки, обрепившие высокие ракиты, зашумели листьями и подняли долго несмолкающий крик. И снова настала тишина. — В каком ухе звенит? — спросила Наташа. И наклонила голову, боясь потерять этот тоненький звенящий голосок. — В левом, — невнимательно ответил Андрей Николаевич и не угадал. Но она не старалась об этом. Тихий вечер расположил его к такой же тихой грусти и размышлениям о жизни. Следя прищуренными глазами за костром, он ощупью достал портсигар и закурил. И дым легкими колечками поднимался и таял в воздухе, полном прозрачной мглы. Не торопясь, прерывая себя долгими минутами молчания, Андрей Николаевич стал говорить о том, какая это и странная, и ужасная вещь — жизнь, в которой так много всего неожиданного и непонятного. Живут люди и умирают, и не знают нынче о том, что завтра умрут. Шел чиновник в погребок за пивом, а на него сзади карета наехала и задавила. И вместо пива к ожидавшим приятелям принесли еще не остывший труп. Получил чиновник награду. Пошла его жена Бога благодарить. А в церкви деньги у нее и вытащили. И куда ни сунься, все люди грубые, шумные, смелые, так и прут вперед и все побольше захватить хотят. Жестокосердые, неумолимые, они идут напролом со свистом и гоготом и топчут других слабых людей. Писк один несется от растоптанных, да никто и слышать его не желает. Туда им и дорога. В голосе Андрея Николаевича звучал ужас. И весь он казался таким маленьким и придавленным. Спина согнулась, выставив острые лопатки, тонкие и худые пальцы, не знающие грубого труда, бессильно лежали на коленях. Точно все груды бумаг, переписанных на своем веку, и им, и его отцом, легли на него и давили своей многопудовой тяжестью. «Так вот всю жизнь и проживешь», сказал он после долгой паузы, продолжая какую-то свою мысль. «Вы бы ушли куда-нибудь». «Куда идти-то?» Наташа помолчала и вдруг обхватила рукой шею Андрея Николаевича и прижала его голову к своей груди. «Голубчик ты мой!» «Первый раз», — говорила она Андрею Николаевичу, «ты». При порывистом движении Наташи фуражка с бархатным околышем свалилась с головы и теперь катилась вниз, подскакивая на неровностях обрыва. Твердая рука Наташи крепко прижимала голову Андрея Николаевича к упругой груди, и ему было тепло, и ничего не страшно, только до боли жаль себя. Он хотел сказать что-нибудь сильное, хорошее, и такое жалостливое, чтобы Наташа заплакала. Но таких слов не находилось на его языке, и он молчал. В согнутой шее становилось больно от неудобного положения, и Андрей Николаевич попытался высвободить свою голову, но твердая рука только сильнее прижала ее к горячей груди. Вдыхая запах молодого здорового тела, он скосил глаза и из-под руки Наташи увидел, очистившееся и потемневшее небо со слабо мерцавшими звездами. Немного ниже, там, где черный край земли сливался с смутно-черным небом, неподвижно висел красный диск луны, казавшийся близким и страшным. Безмолвный, угрюмый, он не издавал лучей и висел над землей, как исполинская угроза каким-то близким, но неведомым бедствием. В немом ужасе застыли река и болтливый тростник, и черная даль. Костер на том берегу давно уже потух, и ни один звук не нарушал грозной тишины. Наташа вздрогнула и выпустила голову Андрея Николаевича. — Ну, пойдемте. Охваченный свежим воздухом, он поднялся и, сделав шаг к Наташе, приготовился сказать ей то важное и значительное, для чего у него не находилось слов. — Наташа. Начал он нерешительно, приподняв брови и выпитив губы. Гладко прилизанная голова его была на этот раз склокочена, и редкие желтые волосики стояли, как у дикобраза. — Ну? — Наташа, — повторил он, забыв, что хотел сказать. — Наташа, дело вот в чем. — Две копейки потеряли? Какой вы смешной! И Наташа рассмеялась. Смеялась она неприятно, каким-то чужим и неестественным голосом. Андрей Николаевич обиделся и молча достал фуражку, а дорогой домой выговаривал Наташ из-за ее смех и упрекал за неумение держаться в приличном обществе. Андрей Николаевич сидел у окна и настойчиво смотрел на улицу, но она была все так же безлюдна и хмура, и в покосившемся домике продолжала ударять о стену отвязавшиеся ставня, точно загоняя гвозди в чей-то свежий гроб. — Привязать не может, — подумал Андрей Николаевич с гневом на Наташу и, взглянув на часы, убедился, что ему время обедать, и даже прошло уже лишних пять минут. После обеда он лег отдохнуть, но сон долго не приходил, и вообще праздник был испорчен. А за перегородкой точно назло храпел Федор Иванович, и воздух бурлил в его горле и с шипением выходил наружу. После вечера на берегу на другой же день начался разлад и был так же малопонятен, как и начало любви. У Андрея Николаевича давно уже явилась неприятная догадка и к этому времени перешла в уверенность. Наташа хочет выйти замуж и именно за чиновника. Она женщина неграмотная, говорит, теперича, поемши. Она по ремеслу папиросница, и часто, когда она делает папиросы на дому, ей приходится терпеть наглые любезности и заигрывания. И вот она ищет мужа с положением, образованного, который мог бы быть ей покровителем и защитником. А таких на всей улице только один и есть — он, Андрей Николаевич Николаев. Как женщина умная и хитрая, она скрывает свои планы и делает вид, что любит бескорыстно. А так как до сих пор эта тактика ни к чему не привела, и Андрей Николаевич оставался тверд, как гранит, Наташа начала прибегать к другому средству, которым опытного человека, в молодости ухаживавшего за барышнями, никак не проведешь. Делает вид, что ни на грош не любит Андрея Николаевича и нарочно расхваливает гусаренка за его силу и молодечество. А этого гусаренка на днях вели в участок. Рубашка его была разорвана сверху донизу, и по белому, как мело лицу, текла красная струйка крови. Сзади бежали и улюлюкали мальчишки, а один из городовых, такой же бледный, как и гусаренок, методически ударял его кулаком, и белая голова откачивалась. И такого-то она может полюбить. Для Андрея Николаевича начались страшные терзания, и появились вопросы, от которых он обмекал по нескольку раз в день. Когда он смотрел на Наташу и прикасался к ней, ему хотелось жениться, и эта женитьба казалась легкой, но в остальное время мысль о браке нагоняла страх. Он был человеком, который заболевает от перемены квартиры. А тут являлось столько нового, что он мог умереть. Идти к священнику, искать шаферов, которые могут не явиться, и тогда за ними надо ехать, а с извозчиком торговаться. Потом идти или ехать в церковь, которая может быть заперта, а сторож потерял ключ, и народ смеется. А там нужно искать новую квартиру и переходить в нее, и все пойдет по-новому. И обо всем необходимо думать, заботиться, говорить. А если дети пойдут, и при том, не дай бог, двоежки, и все девочки, которым нужно приданное? А если новая квартира будет сырая и угарная? И Андрей Николаевич отчаянным жестом ворошил волосы и готов был завтра же сказать Наташе все, если бы не боязнь, что она убьет себя или пожалуется дикарю-гусаренку, и тот изувечит Андрея Николаевича, или просто посмотрит на него так, что хуже всякого увечья. Люди, которые женятся, начали казаться Андрея Николаевича героями. И он с уважением смотрел на Федора Ивановича и хозяйку, которые сумели жениться и остались живы. Раз даже он написал Наташе «Милостивая государыня Наталья Антониевна, с им письмом от 22 августа текущего года имею честь поставить вас, милостивая государыня, в известность о том, что по слабости здоровья, изможденного трудами и бдением на пользу престола и отечества, будучи чиновником тринадцатого класса и похоронив родителей, папеньку Николая Андреевича и маменьку Дарью Прохоровну в облаженном успении вечный покой. Но так как Наташа была неграмотна, то он письма не послал, но несколько раз перебилял его для себя и прибавлял новые пункты. По счастью, никаких объяснений не понадобилось. Наташа перехитрила самая себя. Сперва не позволила себя целовать. Андрей Николаевич не гугу. Потом раза два не пришла на свидание. Андрею Николаевичу было обидно, но он даже и виду не показал. Одержался развязно, с достоинством и только слегка дал ей понять о неприличии ее поведения. Потом совсем перестала ходить. И однажды хозяйка принесла радостную весть, что Наташа выходит замуж за гусаренка. Эткого гуся выбрала, негодовала хозяйка и сочувственно смотрела на Андрея Николаевича, думая, ишь, гордец какой, нарочно веселость из себя изображает. А чиновники, глупые люди, смотрели на него в этот день с изумлением, думали, что он женится, поздравляли его и говорили, ай да сусли мысли, какую штуку выкинул. А он именно не женился. На Красной Горке была Наташа на свадьбе. Это был второй радостный день, когда Андрей Николаевич сидел по обыкновению у окна и видел, как трясется от топота пляшущих покосившийся домик и слушал доносившиеся оттуда веселый гомон и виск гармоники. Подумать только, что он мог быть центром этого буйного сборище. И с особенной радостью он услыхал уже поздно ночью, как в покосившемся домике зазвенели разбиваемые стекла, понеслись дикие крики и визгливые женские вопли. Мимо его окна, громко топоча ногами, пробежал кто-то, и вслед за этим послышали звуки борьбы, тяжелые дыхания и падения тела. «Стой! Не уйдешь!» хрипел снатулый голос, чередуясь со шлепками ударами почему-то мягкому и мокрому. И чуть ли голос этот не принадлежал герою торжества гусаренку. «Караул!» Точно проснувшись, испуганно затрещала колотушка сторожа, и ей завторил журчащий свисток городового баргамота. Словно эхом ответили ему вдали другие свистки. «Вот так первая ночь новобрачного в участке!» Злорадством усмехнулся Андрей Николаевич, не торопясь, с ленивым комфортом повернулся в своей одинокой и свободной кровати на другой бок и заключил так. «Вы там себе деритесь, а я засну». И это засну ехидное, шипящее вырвалось из его груди, как крик победного торжества, и было последним гвоздем, который вбил он в крышку своего гроба. Улица продолжала шуметь, и Андрей Николаевич накрыл голову подушкой. Стало тихо, как в могиле. На следующий день Андрей Николаевич узнал причину ссоры на свадьбе Наташи. Сергей Козюля, когда напился пьян, сказал, что Наташа имела любовника Андрея Николаевича, который получил с нее что нужно и потом бросил ее. За эти слова гусаренок побил Козюлю и других вступившихся за него, потом был побит сам и действительно ночевал в участке. Узнав все это, Андрей Николаевич обрадовался, что его в какой бы то ни было форме, но вспомнили, и что Наташа будет теперь знать, как отказываться от любящего человека ради одного женского вероломства. К этому времени совсем как-то забыла, что не Наташа, а он главным образом хотел разрыва. Андрей Николаевич ворочался на кровати и думал, как нехорошо это устроено, что не может человек думать о том, о чем он хочет, а приходят к нему мысли ненужные, глупые и весьма досадные. Прошло четыре года с того вечера, как я сидел с Наташей на берегу, а я об этом вечере думаю, и мне неприятно, и особенно неприятно от того, что я вполне явственно вижу Красную Луну. Причем здесь эта Луна? А если бы я стал думать о том, сколько барин получает денег в год, потом в час и минуту, мне стало бы хорошо, и я бы заснул, но я не могу. Но вскоре веки начали тяжелеть, и Красная Луна внезапно превратилась в красную рожу швейцара Егора. В каком ухе звенит, спрашивает он, наклоняясь и нагло тараща выпуклые глаза. Андрей Николаевич хотел дать ему гривенник, но деньги не находились, и это доставляло особенное удовольствие гусаренку, который сидел тут же, заложив нога за ногу и играл на гармонике. Ты, Егор, подожди, мы лучше зарежем его, как поросенка, сказал он. И вытащил из кармана большой, блестящий и острый, как бритва, нож. Андрей Николаевич бросился бежать. Ему нужно было пробежать все комнаты правления, и этих комнат было ужасно много, и все они были пусты, так как чиновники ушли и все столы вынесли. Хотя Андрею Николаевичу бежать было легко, и ноги его скользили по полу, но он задыхался. А сзади, за несколько комнат гнался, не отставая, гусаренок, и шаги его, ровные и тяжелые, гулко отдавали с подсводами. Внезапно пол под Андреем Николаевичем провалился, и он летел, все приближаясь к своей постели, и, наконец, проснулся на ней. Сердце билось сильно и неровно. В комнатке было темно, и только неясно желтел четвероугольник окна, в который падал свет от фонаря, стоявшего у богатого дома. На хозяйской половине также горел огонь, так как от узенькой щели в перегородке на пол ложилась светлая полоса, опоясывая кончик стоптанной туфли. Успокоившись от страшного сна, Андрей Николаевич услыхал за стеной тихий шепот и узнал голос хозяйки. В нем сквозило сострадание и боязнь, что ее услышат тот, о ком она говорила, хотя он был отделен от нее расстоянием улицы и толстыми стенами. «Ах, кровопивец! Ах, аспит!» шептала хозяйка. «Ушла бы ты от него совсем, ну его кляду!» Наташа ответила, ее низкий голос звучал громко и размеренно, и слабое трепетание в нем не было замечено ни хозяйкой, ни притихшим за перегородкой жильцом. «Куда уйти-то?» «Ага, нашла коса на камень», подумал Андрей Николаевич, вспоминая свой сон. «Он тебе спуску не даст, не то, что я». «И вправду, куда идти?» с готовностью согласилась хозяйка. «Вот и мой тоже. Пропасти нет на эту водку». Хозяйка оборвала речь, и в жутко молчащую комнату с двумя бледными женщинами как будто вползло что-то бесформенное, чудовищное, страшное, и повеяло безумием и смертью. И эта страшная была водка, господствующая над бедными людьми, и не видно было границ ее ужасной власти. «Отравлю его», сказала Наташа так же громко и размеренно. «Что ты, что ты, забармотала хозяйка, не для себя терпишь, а для ребенка, его-то куда денешь. Ты оставайся ночевать у нас, я тебе в кухне постелю, а то мой опять будет колобродить. А глазу на вот ты пятак приложи. Ишь, ведь как изуродовал разбойник». Постой, кажись, жилец проснулся. «Это кикимора-то?» спросила Наташа громко, точно желая, чтоб ее слышали за перегородкой. И впрям кикимора, шепотом согласилась хозяйка. «Пойду самовар ставить и тебе в чайнике заварю». «Ах, разбойник, что наделал-то?» «То сусли мысли, то кикимора. Вот дура чьего-то», рассердился Андрей Николаевич. «Вот как пожалуюсь Федору Ивановичу, он тебе покажет кикимору. Дура полосатая». Он подошел к окну и открыл половинку. В комнату ворвался теплый ветер, пахнущий сыростью и гниющими листьями, и зашелестел бумагой на столе. Слышно стало, как скрипит дерево шуршит мокрая зелень. К богатому дому подъезжали один за другим экипажи, и из них выходили мужчины в цилиндрах и дамы в широких ротондах и с белыми платками на головах. Подбирая шумящее платье, они входили на крыльцо. Массивная дверь широко распахивалась и выпускала на улицу столб белого света, зажигавшего блески на металлических частях экипажа и упряжи. Дом стоял безмолвный и темный, но чудилось, как сквозь тяжелые ставни, закрывающие высокие окна, сияют зеркальные стекла, и вечно живые цветы радуются свету, движению и жизни. Несколько экипажей остались ждать господ, и кучера, раскормленные, важные, с презрением смотрели с высоты своих козел на темные покосившиеся домишки. Напившись чаю и четким красивым почерком переписав казенную бумагу, Андрей Николаевич начал готовиться к новому сну, для чего переслал постель и взбил подушки. За перегородкой Федор Иванович бурчал сокрушенно и раздумчиво. Дело вот в чем. Двух копеек я так-таки не разыскал. О, господи! Нужно было закрыть ставню, и Андрей Николаевич прошел на улицу. Экипажи еще стояли, и кучера грузными и сонными массами темнели на козлах. В большом доме глухо ракотали ритмические звуки рояля и минутами стихали относимые порывом ветра. И этот же ветер приносил на крыльях своих новые звуки, явственно слышные, когда переставало скрипеть дерево. То были печальные и странные мелодические звуки, и не руками живых людей вызывались они в эту черную ночь. Легкие, как само дуновение ветра, они то нежно молили и плакали, и умолкали с жалобным стоном, то гневно ропчущие поднимались к небу с угрозой и гневом, словно чья-то страдающая душа молила о спасении и жизни, и гневно роптала. Противная штука, рассердился Андрей Николаевич. В одном этом отношении он не разделял вкусов владельца большого дома, и когда тот поставил на крышу арфу и ветер начал играть свои печальные песни, он никак не мог понять, зачем нужны эти песни человеку с белыми зубами и яркой улыбкой. «Ужасно противная штука», повторил Андрей Николаевич и, понизив голос, добавил, чего только полиция смотрит. С чувством человека, спасающегося от погони, он силой захлопнул за собой дверь кухни и увидел Наташу, неподвижно сидевшую на широкой лавке, в ногах у своего сынишки, который по самое горло был укутан рваной шубкой, и только его большие и черные, как и у матери, глаза с беспокойством таращились на нее. Голова ее была опущена, и сквозь располосованную красную кофту белела высокая грудь. Но Наташа точно не чувствовала стыда и не закрывала ее, хотя глаза ее были обращены прямо на вошедшего. «Сколько лет, сколько зим», проговорил Андрей Николаевич, бегая глазами по комнате и совершенно размякнув, точно из него вынули все мускулы и кости. «Как поживаете?» Наташа молчала и смотрела на него. «Я ничего, слава Богу». Наташа молчала. Андрей Николаевич хотел передать поклон супругу, к чему его обязывало чувство вежливости, но сейчас это было неудобно. Наташа очевидно нуждалась в утешении, потому он сказал, «Какой у вас хорошенький мальчик. Ваня, кажется, Иван Иванович, значит. У нас тоже есть чиновник, которого зовут Иван Иванович. И вообще, знаете ли, милые ссорятся, только тешатся, а перемелятся, все, мука будет». Наташа молчала, а мальчик, смотря с недоверием на неловкую фигуру чиновника, затянул ноющим голосом, «Мамка, боюсь». «Убирайтесь вон», сказал Андрей Николаевич Наташа, и когда он быстро прошмыгнул, подбирая пол и халата, добавила вслед, «Тоже лезет кикимора». «Почему именно кикимора?» размышлял Андрей Николаевич, располагаясь спать и опуская огонь в лампе. «Это глупое слово, ничего не обозначает, и как непостоянной женщины, то милой, неоцененной, а то кикимора». «Да, с норовом баба, не даром мучит ее гусаренк». «Спокойной ночи, маркиза, прю-фрю». Так развеселял он себя и иронически кривил бескровные губы, но лишь только мигнула в последний раз лампа, и комната окунулась в бустой мрак, невидимой силой раздвинула стены, сорвала потолок и бросила Андрея Николаевича в чистое поле. Огненные, искрящие сокруги прорезывали темноту, светлые, веселые огоньки вспыхивали и плясали, и всюду, то далеко, то совсем надвигаясь на него, показывались и бледное лицо гусаренка с красной полоской крови, и страшный диск месяца, и лицо Наташи прежнее милое лицо. Жалость к себе и обида охватили Андрея Николаевича. Как нехорошо все это устроено, стонал он. Не нужно мне Наташи, ну ее к черту эту Наташу. Так и знаете, к черту. Энергичным жестом Андрей Николаевич надвинул на голову толстую подушку и почти сразу успокоился. И образы и звуки исчезли, и стало тихо, как в могиле. С улицы проникал слабый свет фонаря, экипажи еще стояли и сонные кучера с презрением смотрели с высоты своих козел на низкие покосившиеся домишки и лениво зевали, двигая бородами. Непривязанная ставня продолжала хлопать и в минуты, когда переставало скрипеть дерево, неслись жалобные звуки и роптали, и плакали, и молили о жизни. Восьмое июня 1899 годы. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok